Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас видео посвящено правилам пользования Болонским телескопическим удилищем. Для примера я взял вот такую удочку Travel, Salima Diamond называется. Но вот на ее примере, если что-то надо будет показать, а не только словами объяснить, я покажу вам, как раздвигать и тому подобное. Вот такая шпаргалочка у меня здесь, чтобы ничего не забыть вам сказать. В принципе, могу сказать сразу, что махи, маховые удилища и Болонские по большому счету правила пользования очень похожи. Разве небольшое исключение, только, конечно, колец составляет. Там есть небольшие нюансы, но в целом на 95% это одно и то же. Сразу отступлю, чтобы люди понимали, что им покупать. Потому что часто, я не могу сказать даже, что часто, неправильно сказал, но бывают случаи, когда человек только начинает ловить денег у него достаточно для того, чтобы купить дорогую удочку. И он по какой-то причине считает, что если он покупает Болонское удилище за 60-50 тысяч рублей, оно может все. Да, оно не должно ломаться, оно должно быть максимально легким, пушинкой, ловить любую рыбу, на него можно чуть ли не наступить и тому подобное. Да, и обращаться с ним не нужно, как-то очень деликатно. Вот я должен для таких людей, кто сомневается в этом, сказать одну вещь, что чем удилище выполнено из более дорогого карбона, угля, да, или углепластика, как кому удобно, углеволокна, тем оно будет дороже, но хрупче. При этом плюсы его, да, это легкий вес, это, как правило, хороший баланс, это малые диаметры, малые диаметры колен, это позволяет вам выполнять заброс более легче даже в ветер, потому что малые диаметры пробивают ветер легче. Вам позволяет, позволит это стоять с удилищем, держа в руках, при боковом ветре, соответственно, сопротивление будет меньше и вам легче будет ловить. Ну, то есть, все, что с этим связано, это вот такой спектр огромных плюсов этого, да, минус один, это хрупкость. К таким удилищам нужно относиться внимательно в плане того, чтобы не допустить ошибки и их как-то не сломать. Вот, поэтому у производителей есть на этот счет, скажем так, вот свои такие вот ходы. И если человек, да, если производитель, допустим, хочет уложиться, ну, условно там в определенную сумму удилища, там в бюджетную какую-то сумму, да, вот удочка должна стоить вот столько примерно. Но при этом он должен ее сделать из относительно дешевого угля, если это бюджетный класс. Но при этом он понимает, что если удочка будет шланговая совсем, да, вот как шланг, то строя не будет никакого, да, то его просто не купят люди. Поэтому у него есть два пути. Первый, либо дороже уголь ставить, соответственно, он выбьется из своего ценового сегмента, куда он хочет воткнуть эту серию. Да, соответственно, все идут вторым путем. Они увеличивают диаметры колен, либо толщину стенок. Соответственно, получается более быстрый строй, удочка будет более жесткая, но она будет толще по диаметрам и будет более тяжелая. Либо она будет и с худшим балансом, как правило. Поэтому, скажем так, чтобы этого всего избежать, да, толщины, то тонкие коленцы ставить и так далее. Естественно, путь это дорогой карбон, но там, соответственно, цена будет намного выше. Поэтому, вот исходя из этой информации, как бы немножко обмозгуйте, какая удочка вам нужна. Скажем так, нет смысла покупать дорогую очень удочку, легкую очень сенсорную на карпа. Нет смысла, потому что, скажем так, такая удочка, чтобы выдержала карпа, должна быть проектирована по колено, чтобы каждое колено последовательно нагрузку перемещало, переводило на следующие колено. И ни в коем случае какое-то там не загрузилось чрезмерно, чтобы оно не сломалось. Вот я, например, свой лидер, Сабанеев лидер, маховый удилищ, именно так проектирую. Скоро будет Баунский удилищ, лидер. На сайте, на канале, YouTube-канале, посмотрите, пожалуйста, есть ролик, уже давно он там висит, где человек выводит на семерку маховый лидер карпа там за 2 килограмма, под 3, по-моему, 196 грамм всего-навсего вес семерки. То есть таких удочек практически нет на рынке, это наилегчайшая удочка, но за счет того, что я, разрабатывая ее, многое время посвятил с технологами, чтобы нам рассчитать так нагрузку, чтобы она переводилась правильно с каждого колена на последующие, вот получилось, скажем так, что в прилове, когда карп, так и из придолжного умения рыболова, естественно, такое удилище выдержит и карп, это да. Но вот здесь мы тогда плавно перейдем уже к правилам, да, пользования болонским удилищем. Первое, это вы должны понять, что вам нужен подсачник, то есть вся рыба больше ладони принимается в подсачник, если у вас не китайские телескопы, конечно, за полторы, там, 500 рублей или полторы тысячи рублей купленные на рынке. Таких телескопов я и не ловлю, ну и, соответственно, они надежны, да, но они тяжелы, они шланговы, но при этом надежны. Поэтому, соответственно, здесь можно даже на полкило вываливать там рыбу через себя на берег, а с ними вряд ли что-то произойдет. Я говорю о вменяемых удилищах, которые, в общем-то, приносят удовольствие, рыболову, да, и которые современные. Поэтому подсачник обязателен. Для удилищ 7 метров я беру всегда 4-метровый подсачник для болонского удилища. Для удочки 5-6 у меня 3-метровый подсачник. Вот, исходя из этого, смотрите по поводу выбора подсачника. Дальше, не допускайте критического угла, так называемого, как его часто называют. Это тогда, когда удочку у вас смотрят вверх, а леска идет вдоль бланка. И она, естественно, под нагрузкой, на ней висит рыба. То есть, в этой ситуации у вас будет поломка хлыста или второго колена. Как пример, вываживание рыбы, допустим, из-под мостика. Вы стоите с мостика ловите, рыба зашла под мостик, и вы пытаетесь удочкой оттуда ее как-то вытащить на простор, чтобы потом взять подсачник еще как. То есть, у вас создается отлицательный угол, и будет поломка. Поэтому этого нельзя допускать. То есть, нужно это иметь в виду. Если удочка качественная и хорошая, она может от этого сломаться. Важный момент – это заброс. Прежде чем забрасывать, начать вообще ловить, осмотрите сзади места и сверху, чтобы вы ни за что не зацепили. Ни крючком, ни самой удочкой, ни леской. Я для таких случаев всегда назад кладу толстую пленку, полтора на полтора метра. Прижимаю камешками ее, и у меня крючок над ней всегда пролетает. А если даже по ней чиркнет, то, соответственно, зацепа никакого не будет. Если произошел зацеп, соответственно, при ловле, то никаких вот таких вот дерганей, чтобы попытаться отцепить, быть не должно. То есть, вы вытягиваете в прямую линию леску и удилище, и медленно вот так отходите и обрываете поводок. И дальше уже вытаскиваете. Соответственно, здесь нужно следить, чтобы у вас поводок был всегда тоньше основной лески, и рвался первым. Далее, если у вас удилище лежит на траве, на земле, на берегу, лучше этого не делать. Поставьте стоечку, рогатку, такую же, как вы вставляете, грубо говоря, в воду, и ставьте обязательно удочку на эту рогатку. Почему? Чуть позже объясню. Поднимать удилище нужно только за комель. Нельзя поднимать, допустим, вот у вас удочка разложена, и вот таким вот моментом хотите как-то переложить ее, что-то переставить. То есть, не поленитесь, подойдите к комлю и все сделайте как нужно. Дальше, по поводу как раз, почему не стоит класть на грунт, на берег удочку. Потому что самое страшное зло для удилища – это песок. Песчинка, попавшая в стык, действует как абразив. И в этом месте, скорее всего, скоро у вас будет поломка. Поэтому, если когда вы собираете удилище, то не поленитесь и протрите тряпочкой вот в таком направлении. То есть, против складывания этого колена внутрь. Если вы складываете внутрь, вам, соответственно, поворотным движением протирка в эту сторону. Для того, чтобы отсюда выбить весь песочек и все мелкие песчинки. Чтобы они не попали внутрь и при новой рыбалке, при следующей рыбалке, они не попали на стык и не прорезали просто его. Соответственно, здесь нужно правильно сказать, как правильно складывать. Значит, разбирать вы удочку должны с хлыста обязательно. То есть, ни в коем случае нельзя вот так вот выдвигать колено посередине, вот здесь выдвигать. И потом, там, подходить сюда, хлыстно двигать и так далее. То есть, вы с самого тонкого начинаете раздвигать. Обязательно проворачивайте это удилище в руках. То есть, вот в таком стиле. Хват не двумя пальцами, а максимально широко, насколько возможно. Чтобы колено у вас лежало в ладони. Вот таким легким доворотом вы фиксируете колено. Точность также обратно складывания. Вот таким доворотом. Тогда, соответственно, вы не промнете колено, потому что, если у вас дорогая удочка, то, как правило, это не толстые стенки колен. И вот точечная вот такая нагрузка пальцами, если вы, допустим, беретесь вот здесь где-то, да, она может продавиться. И старайтесь брать при складывании колена ближе к стыку. То есть, не надо вот здесь держать и вот здесь, и вот так складывать. Попытайтесь вот поближе вот здесь сложить. Почему? Потому что, как правило, вот здесь дополнительная обмотка всегда ставится производителем. И вот эти стыки, они чуть-чуть толще. Это сделается и для надежности, и для того, чтобы стыки не истирались лишний раз. Потому что при каждом складывании стыки по чуть-чуть могут истираться. Ну, для этого существует определенная обработка, но, тем не менее, это иногда происходит. Соответственно, складывание назад по той же системе. То есть, вы начинаете с предкомлевого колена, складываете, да, потом предпредкомлево, и дальше, последним у вас складывается хлыстик. Так, два слова по поводу разгрузочных колец на оболонское удилище. Если их нет, лучше это удилище не покупать. По той причине, что оно не сможет правильно распределить нагрузку на бланк при вываживании. И вы, удилище может быть подвержено поломке. Поэтому оптимальным, скажем так, количеством разгрузочных колец является два на хлысте и одно на втором колене. Это будет идеальный набор, когда за счет, как раз за счет того, что это самые тонкие колена на удочке, они распределят нагрузку на последующие колена, где уже этих разгрузочных колец не нужны. Их не нужно устанавливать, и для того, чтобы нагрузка пошла дальше, да, и удочка уже отработала сама всем бланком, а не сломалась там на первом-втором. Кольца. По поводу колец на оболонском удилище, скажем так, нагрузки на них как таковой нет. Единственное, что от них требуется, это просто достаточно качественное изготовление, да, для того, чтобы вставки колец не вылетали, просто по причине брака. И второе, для того, чтобы не сильно гнулись, соответственно, лапки. Потому что очень нежные лапки, ну, скажем так, подвержены действительно даже загибу, даже при легком касании. Это не всегда хорошо, потому что они могут подламываться, и здесь просто отломится. Поэтому смотрите, чтобы вот сами колечки, они бы немножко амортизировали лапочки, сами самого кольца, да, но при этом они бы, они так достаточно надежно, плотно стояли, чтобы не было такого, чтобы чуть-чуть коснулись, оно вот в другое уже положение встало. То есть они должны сохранять свое положение. По высоте, с моей точки зрения, идеально нечто золотая середина, потому что близко посаженные кольца к бланку, в общем-то, это работа на ближних дистанциях. Далеко посаженные у вас будет порусить частенько леска, это не нужно. Поэтому, скажем так, средний вариант высоты кольца от бланка, да, для меня, ну, скажем так, считается оптимальным. Еще важный момент, это то, чтобы кольца у Болонского удилища крайне желательно присоединили. в сложенном положении, не лежали друг на друге. Для этого в торец ковля производитель, как правило, вставляет вот такую неопреновую штучку. Она действует, ну, в общем-то, ступенька такая для как раз позиции каждого колена, для того, чтобы они там наверху не соприкасались кольцами. Поэтому, когда такая вещь есть, это всегда большой плюс. Ну, и здесь должен сказать важную вещь, наверное, не менее важную, что я сказал выше, да, это то, что любой, каждый покупатель, купивший у нас удилища в нашем интернет-магазине, являющийся подписчиком на социальные сети нашего магазина, имеет право получить бесплатно в период действия акции, две запчасти в год. Такие люди уже есть, их много, мы проводили такие акции на спиннинги, MajorCraft, Zetrix, Diva, также Feeder Concept, Black Hole, удилища маховые, фидерные и так далее. И будем, я надеюсь, проводить и в будущем. Поэтому не забывайте подписываться обязательно на этот YouTube-канал, Routube-канал, где вы его смотрите, да, на социальные сети ВКонтакте и Телеграм, это обязательно, Facebook, Instagram желательно. Покупайте, соответственно, удилище в Multifish. Вы будете обеспечены не только запчастями, но и бессрочной гарантией на весь срок службы, на заводской брак, который мы даем от своего магазина на удилище. Плюс, если вы принесете на ремонт свою удочку какую-то, да, то мы на место ремонта даем бессрочную пожизненную гарантию также на весь срок службы этого удилища. Покупайте, подписывайтесь. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok